Девушки отдыхают Я хочу выяснить, сколько он проезжает без подзарядки и об этом в нашем сюжете Это электроскутер и ему целых 100 лет Невероятно, но первые самокаты с электродвигателем под названием Автопед Производили с 1915 по 1921 годы На них ездили и почтальоны, и полицейские, и простые горожане Но Автопеды слишком сильно опередили свое время Пресса высмеивала этот транспорт как детскую игрушку для взрослых Век спустя над электроскутерами уже никто не смеется Напротив, целые страны соревнуются за лидерство в производстве экологичного транспорта Есть чем похвастаться и Украине Это электросамокат Муван Самокат украинского производства Самокат, который производится и выпускается здесь, в Киеве Аналогов вообще не существует на сегодняшний момент Константин Киричук – сооснователь украинского стартапа по производству современного электротранспорта Спрос на него есть не только в Украине В мировых столицах уже давно начали задумываться о том, как сократить вредные выбросы машин в атмосферу В итоге в Париже, помимо электромобилей, на сегодня уже более 20 тысяч электросамокатов Они не загрязняют окружающую среду, они потребляют минимум электроэнергии И чтобы их зарядить, они заряжаются тоже просто, как мобильный телефон Дома от розетки, 6 часов, и вы снова 50 километров у вас проехать Оригинальную конструкцию украинского электросамоката разработал изобретатель Ростислав Потопаев Который сейчас живет в Германии Новаторство его подхода в том, что за основу он взял детали от обычных велосипедов Самокат получился с большими колесами И это привлекло внимание эксперта и консультанта по электротранспорту Валентина Панченко Через общее комьюнити я получил фотографии самоката Визуально подумал, о, вау, это может быть Встретившись непосредственно с Ростиславом и Константином, я его попробовал Он был, скажем так, немножечко нестандартизирован, самокат Но я испытал, во-первых, знаете, как вот ты испытываешь чувство кайфа Сочетание факторов, диаметр колеса, накат, ускорение и так далее Удобство расположения непосредственно пилота Вот, ну, твои собственные ощущения И я понял, надо действовать Если ввести в любой поисковик слово «электросамокат» или «электроскутер» на английском 99% изображений покажут модели с маленькими колесами диаметром до 9 дюймов Или 220 миллиметров Константин убежден, что это недостаток Проблема любого самоката на сегодняшний момент на маленьких колесах – это жесткость его Даже если на нем стоят амортизаторы, даже если он укомплектованными, он все равно очень жесткий Наш самокат – это самокат для любых дорог И задача ставилась ездить в Киеве Колеса украинского самоката надувные Диаметр переднего 20 дюймов или 508 миллиметров Заднего – 16 дюймов или 406 миллиметров На таких легко преодолеть небольшую яму или заехать на бровку А если колесо понадобится заменить, не придется неделями ждать поставки специальных деталей из-за рубежа Достаточно сходить в любой веломагазин А вот сама рама из нержавеющей стали, к которой прикрепляются колеса, имеет уникальную конструкцию Самокат складной, он складывается в один клик И точно так же в один клик раскладывается И он готов к эксплуатации Этот самокат выполнен из стали И грузоподъемность его 150 килограмм Даже Владимир Кличко, Виталий Кличко покатались на этом самокате И оценили его все преимущества И для них он не был ни мал Кататься на самокате можно со скоростью до 30 километров в час В сложенном виде он легко умещается в багажнике обычного автомобиля А чехол разрешено провозить в киевском метро Вес с учетом двигателя и батарей достигает 19,5 килограммов Первые партии по несколько десятков электросамокатов Изготовили в мастерской в Киеве еще в конце 2019 года К сожалению, пандемия помешала расширить производство Однако конструкторы не теряют надежду Что их машины в итоге поступят в общественный прокат по всему миру Ведь украинские самокаты уже пользуются успехом не только на родине Но и в Канаде, Ирландии и Германии Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok